Добрый день, это программа Парадокс. Телефон в студии, сейчас найду, о, нашел, 6510-996, код города 495. Звоните, задайте вопросы, а сегодня мы поговорим с Владиславом Жуковским, старшим аналитиком ИК Реком Траст, о том, как многонациональный народ нас снова сделал, а именно о приватизации в ВТБ. Добрый день, Владислав. Здравствуйте, Степан. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что на самом деле подняли эту тему, привлекли мое внимание, поскольку я этот цирк, международный финансовый цирк, не отслеживаю. К ВТБ отношусь, как, в принципе, должен относиться любой нормальный русский человек. Если вас уже три раза подряд, пардон, обманывают, то не стоит вообще связываться ни с акциями, ни с банком. Но вот что они сделали в этот раз? Расскажите. Что у вас такой интересный взгляд на события? Значит, в принципе, сделали то же самое, что традиционно делается, насколько я могу судить, в России финансово-экономическим блоком уже долгие годы. Сейчас эта политика активизируется. Речь идет о приватизации государственного пакета во втором по величине Государственной Банки России, внешнеторгбанки. Владислав, извините, что вас прорываю. А почему сейчас это активизируется? Почему вы так считаете? Ну, на самом деле, это вообще отдельный вопрос, хороший. И формально, значит, если говорим о приватизации в целом, об этой политике, то она подается, как некоторая панацея от стагнации, значит, в российской экономике, в промышленности, как некоторая такая волшебная палочка-вручалочка, которая должна позволить правительству решить все проблемы, которые есть в экономике, значит, в промышленном секторе, в банковской системе, финансовой системе, в бюджетной системе в том числе. И якобы приход эффективного частного собственника должен автоматически, качественно повысить уровень производительности труда, значит, повысить инвестиционно-привлекательность российских активов. Создать 25 миллионов рабочих мест. Ну, в том числе, да. То есть, на самом деле, если бы хотя бы ставились бюджетные цели, пополнение, скажем, доходной базы федерального бюджета, консолидированного бюджета на региональном уровне, это было бы понятно. Но, как мы видим, даже глава правительства Дмитрий Анатольевич Медведев признает, что цели не узкие, они не фискального характера, не бюджетного характера. То есть, приватизация затевается ради приватизации, ради веры в то, что действительно есть неэффективное государство, которое априори коррупциогенно, априори неэффективно, ничего делать оно не может. Всегда, по сути дела, где есть государственный чиновник, там всегда низкая производительность труда. И есть вера в то, что действительно придет некий, значит, эффективный собственник, и наша экономика зацветет и будет сама развиваться. Ну, чтобы не зреть, конечно, но у нас же пришли эффективные собственники, так называемые олигархи. Ну, и что получается? Все деньги выводятся из страны, вся прибыль, вернее, выводится из страны, средства производства принадлежат непонятно кому, а как только что-то идет не так, они тут же вдруг оказываются банкротами, снова бегут к государству и говорят, дайте денег, мы умрем. И просят помощи у неэффективного государства, международным. Да, а это что, эффективные собственники, что ли? В том-то и дело, что к эффективности эти собственники не имеют никакого отношения. В 90-е годы мы это хорошо видели, мы помним с вами и, ну, кто-то помнит, кто читал про аучерную приватизацию, кто-то, значит, помнит кредитно-залоговые аукционы, когда за те же самые 750 миллионов долларов, которые были свободными, якобы свободными ресурсами в колоссально дефицитном бюджете, который резался по всем социальным статьям, по статьям поддержки экономики, инфраструктуры, ЖКХ, выплаты пенсии, там нашлось 750 миллионов свободных денег, положили временно, якобы, свободные средства на счета в крупнейшие наши олигархические банки, и потом, соответственно, привлекли эти же деньги обратно в виде кредитов, заложив туда наиболее лакомые куски груз собственности. И самое страшное, что в 96-м, 97-м годах, если посмотреть на проекты бюджета, которые принимали законы в федеральном бюджете, там даже не предусматривалось строка на выкуп обратных этих активов. То есть изначально государство и не планировало расплачиваться по этим долгам и кредитам. Сейчас ситуация, по большому счету, в чем-то, как мне кажется, и повторяется. Конечно, все более цивильно, более красиво. Сейчас мы снова слышим, что деньги государству не нужны. Формально возможно, это и правда. Скажем, в резервном фонде, фонде национального благосостояния, по состоянию напрямую текущего года, лежит без малого почти 5,5 триллионов рублей. Если там еще подскрести по остаткам, все, что валяется в Минфине без дела, ну это примерно 6,3-6,4 триллиона рублей. В том числе это средства на депозиты в коммерческих банках. Поэтому деньги реально есть. Это половина годового федерального бюджета. Можно полгода, по сути дела, вообще не заниматься сбором налогов и сборов по экономике, и полгода финансировать все наши социальные обязательства, все что угодно. Нет, так не пройдет, а воровать чего-то там будет. Вот, а там даже остается немножко, чтобы своровать. То есть мы норму отката на столе, а мы масштабы не меняем. Интересы мы еще не затрагиваем. Поэтому формальных денег действительно много. Как я сказал, 6,5 триллионов рублей. И государство говорит, что ему не нужны эти деньги. То есть мы пока справляемся. Поэтому приватизация затевается ради того, чтобы привлечь частный капитал. Прежде всего мы понимаем капитал иностранный. Потому что ни я, ни вы, ни подавляющее большинство россиян. Я напомню, что в России у 75% россиян средние душевые доходы ниже 24 тысяч рублей. Это средний показатель по стране. Мы понимаем, что реально доходы больше, но у нас и коррупция больше, инфляция выше. Поэтому в среднем мы этими цифрами оперируем с вами. Поэтому малый и средний бизнес поучаствовать тоже не может в приватизации. У него нет ни доступа к кредитным ресурсам, ни к емким, ни к дешевым, ни к долгосрочным. Поэтому приватизация проходит в интересах прежде всего транснационального капитала, международных банков, глобального бизнеса, ТНК. Ну и, соответственно, наших крупных бизнесменов, которые имеют хорошие лоббистские возможности, чтобы выбить себе господдержку, либо кредиты в госбанках, чтобы поучаствовать в этой приватизации. Ну вот я вот здесь вот с вами, наверное, немножко не соглашусь, потому что, ну вот лично мне кажется, надо быть полным дебилом, чтобы покупать акции ВТБ. Зная, что это за менеджмент, зная, какие проблемы в банке, поэтому и акции ВТБ можно покупать только с одним расчетом, что ты потом докупишь больше, и в результате ты будешь контролировать те обеспечения, которые были выданы под кредиты, то есть практически контролировать нашу промышленность. Ну, по сути дела, да, как бы этот заход такой более тонкий, менее явный, но на самом деле цель очень хороший, цель действительно такая прослеживается. Мы помним, что именно Сбербанк и Внешторгбанк в разгар кризиса 8-9 годов, за счет того, что были выбраны в качестве таких привилегированных госбанков, которые распределяли бюджетные ресурсы и рефинансировали наши, значит, коммерческие структуры, они действительно получили в качестве залогового обеспечения пакеты акций в крупнейших девелоперских компаниях, строительных компаниях, инфраструктурных компаниях. Поэтому, да, действительно, возможно, некие крупные западные инвестиционные фонды, крупные институциональные инвесторы хотят обойти какие-то ограничения на участие в том числе в стратегических секторах экономики, устанавливая контроль над госбанками. Такая цель действительно есть. Если мы все-таки вернемся к вопросу о приватизации вне Сбербанка, то там очень интересны параметры этой сделки. Значит, ну как, вообще традиционно считается, что если проходит приватизация, то что-то должно перепасть вроде как и населению, там, рядовым гражданам пойти копеечку в бюджет, эти деньги направить на модернизацию инфраструктуры, куда угодно помогать, да? Оказалось, что строго наоборот. Оказалось, что схема приватизации была выбрана не в качестве, значит, приватизационных аукционов. То есть продажи пакета акций. Да, пакета акций по большому счету не было. А было принято решение Советом директоров, где доминирует государство почему-то, да? Вот этот Совет директоров принял решение провести дополнительную эмиссию акций, то есть провести, по сути дела, размывание акционерного капитала. То есть, другими словами, сокращение доли государства с 75,5% в апреле 2013 года до 63 примерно сейчас процентов, оно замышлялось через механизм как раз-таки дополнительной эмиссии ценных бумаг. То есть, другими словами, все эти деньги, которые получат сам банк, значит, которые будут получены в результате этой дополнительной эмиссии, они поступят не в государство, поступят не в бюджетную систему, а поступят в распоряжение самого приватизируемого формального предприятия, то есть внешнестрок банка. Вот, значит, то есть, другими словами, в правительстве приняли решение деньги и в бюджет не получать, деньги оставить так называемому эффективному частному собственнику, приведем, значит, недопомиссию ценных бумаг, деньги получим, значит, капитализируем эту прибыль, увеличим наш собственный капитал и можно будет дальше развивать этот бизнес. Встает интересный вопрос, если мы все-таки привлекаем действительно стратегического инвестора, который хочет не сейчас извлекать сверхприбыли и, по сути дела, распоряжаться теми же самыми деньгами, которые он сейчас заплатит банку и за счет них потом извлекать сверхприбыль, ну, скажем, заниматься своей бизнес-деятельностью, да, коммерческой, а хочет именно в долгосрочную играть, входить в российскую экономику надолго, вот пускай он покупает у государства долю, найдет деньги государства, государство направляет, значит, на социальные нужды, на экономику, науку, образование, которые, к слову сказать, в России недофинансированы в 2-3 раза. Вы, кстати, ответили на мой вопрос, который я поставил. То есть, ребята заплатили деньги, а потом как акционер тут же получает это обратно. Имя же руководят, конечно. То есть, цель одна, войти во что-то. Войти во что-то, конечно, причем они получили эти деньги под оперативное управление, и сейчас могут заниматься кредитованием, вложением в спекулятивные операции, в ценные бумаги. Ну, кстати, давно же ходят много сроков на рынке. А что, очень здорово, кстати, сработали. Берем на Западе под процент, конвертируем в рублей, а здесь выдаем под 20. Это потрясающая бизнес-тактика. И, в принципе, понять с коммерческой точки зрения, с точки зрения коммерческих интересов и национальных инвесторов, это блестящая операция. Сделали абсолютно правильно. Другое дело, что российский бюджет не получил 102 миллиарда рублей без малого. Я напомню, что было имитировано почти, если не ошибаюсь, 25 триллионов обыкновенных акций вне Штурбанка по цене примерно в 4,1 копейки. Средняя цена, то есть примерно 102 миллиарда рублей. То есть примерно процентов 70 того, что бюджет тратит сегодня на сельское хозяйство, не пошло в бюджетную систему, не досталось ни населению, ни бизнесу, ни инфраструктуре, никому другому. Конечно, по-моему, дисконтик сделали. Там он торговался, по-моему, в районе пяти в это время. Совершенно верно. В среднем за неделю до закрытия книги заявок. Книга заявок была открыта, если не ошибаюсь, 6 по, по-моему, 15 мая или 17 мая, или даже по 20 мая. Средняя цена, даже с учетом колебаний, находилась на уровне 4,8-5,1 копейки. То есть, другими словами, почти на 20-23% выше того, что мы предложили иностранным инвесторам. Но почему-то, когда мы ходим с вами в магазин, покупаем хлеб и молоко, нам не предлагают скидку в четверть цены. Либо когда мы покупаем автомобиль у какого-нибудь автодилера. А как только приходят иностранные инвесторы, им создают максимально благоприятные условия и дают скидки, которые не снились... Правильно, хозяин пришел, если так разобраться. Да, кстати, если еще подумать, вспомните, были так называемые народные IPO, как раз накануне глобального финансово-экономического кризиса в 2007 году. И мне очень нравилось, когда, могу ошибиться с цифрой, но, по-моему, за 13,5 копеек продавались акции вне Шторгбанка. И, кстати, вот там почему-то никаких дисконтов и скидок не делалось. Там, наоборот, разгоняли цену максимально высокие уровни. Я напомню, что сейчас цена 4 копейки. Ну, в среднем, да, 4... Нет, 5 копеек. Ну, там, чуть меньше 5, возможно. Пускалось до 1,8. Да. Владислав вынужден прервать. Мы должны уйти на вас на перерыв. Оставайтесь с нами. Добрый день. Мы снова в эфире. Это программа «Парадокс». С вами ведущий Степан Димура. Телефон студии 6510-996. Звоните, код города 495, задайте вопросы. Сегодня у нас в гостях Владислав Жуковский, старший аналитик ИК «Рекомтраст». И разговариваем мы о приватизации ВТБ. Приватизация, как обычно, пошла мимо кармана государства. То есть нас с вами... И вот мы пытаемся выяснить, что же эти ребятки все-таки делают, зачем делают. Каковы масштабы потерь, самое главное. Да, и чем все это закончится. Так, Степан, ну вот возвращаясь к нашему разговору, все-таки хотел напомнить, что, как мы и прогнозировали, значит, в приватизационных этих всех мероприятиях не поучаствовали, значит, ни российские предприятия, ну, точнее, поучаствовали, как есть информация СМИ, что поучаствовали наши очень крупные бизнесмены. В частности, Сулейман Керимов якобы приобрел какую-то долю в Нештургбанке. У него вообще аппетиты высокие к банковскому сектору. Вот, но почти половина... Да-да, вот поразительно, он ничему не научился. Я помню, как он с Белой Златкис очень хорошо построили пирамиду на акциях Сбербанка, хорошо здесь заработали, а потом он подумал, что он самый умный и практически на пике купил то ли 5%, то ли 10% Дойче Банка. Короче, обнулился. Ну да, если не ошибаюсь, капитализация Дойче Банка раз в 10% упала, если не больше, что-то в районе того, да. Да-да-да. Снова к банкам тянет, ну, шекели, шекели, они шекели, да. Жадность ведет к бедности, да, традиционно. Жадность ведет к бедности, именно так. Вот, значит, самое интересное, что половину от всей доп. эмиссии акции приобрели, соответственно, иностранные инвесторы, крупные иностранные инвестиционные фонды. Значит, это государственные инвестиционные и суверенные фонды Катара, Норвегии и Азербайджана. То есть, почти половина этой всей доп. эмиссии была выкуплена именно ими. Значит, они в среднем вложили каждый, значит, если не ошибаюсь, по-моему, по 7-9 миллиардов долларов ориентировочно. Нет, шучу, пошутил. Значит, где-то 700-800 миллионов долларов. То есть, примерно 20-25 миллиардов рублей ориентировочно, да. А вот, значит, примерно таковы масштабы вложений. Остальное выкупили, всего было 10 крупных иностранных институциональных инвесторов. То есть, это те же самые инвестфонды, хедж-фонды, инвестиционные компании западные, прежде всего, значит, из России было не так много, хотя некоторые были с офшоров, возможно, и российские деньги участвовали. Значит, российских участников пока мы не знаем, кто участвовал. Вот одна фамилия была Керимова. Ну и плюс очень интересно, что поучаствовал China Construction Bank, один из крупнейших китайских банков, который имеет очень серьезный аппетит в России. И, кстати, он громко всех кричал. Ну, здесь суперприбыли. Стратегического, скорее. Стратегический характер попасть в наиболее лакомые сектора экономики, наиболее те сектора, которые действительно могут гарантировать им долгосрочную экономическую отдачу на вложенный капитал. Я думаю, что ВТБ не тот сектор. Нет, 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 нет. В текущих экономических ситуациях. Согласен, да. Но, тем не менее, они очень активно идут в энергетику, активно идут в инфраструктуру, в транспортную инфраструктуру, в портовую инфраструктуру. Активно идут в горно-металлургический комплекс, золотодобывающую промышленность. Китайцы уже 5 лет предлагают предоставить колоссальные кредиты займы российским золотодобывающим компаниям крупнейшим, у которых просто нет денег построить инфраструктуру. Китайцы говорят, давайте мы вам дадим 3-5 миллиардов долларов, построим вам все объекты энергетики, транспортные, инфраструктуры, дороги, что угодно. Но получим свою долю ваших золотых приз. Государство само денег не дает на развитие. Это же прекрасно. Во-первых, они будут использовать свою строительную технику, наверняка своих рабочих, плюс еще получат долю. И еще арматура будет китайская, еще и все эти полуфабрикаты и сырье будет китайское. Да, все будет китайское. Занятость у себя, развитие своей экономики, плюс долю. Молодцы. И досок золота, по большому счету, в прочем природном сырье. Владислав, у вас есть телефонный звонок, давайте возьмем. Александр, добрый день. Здравствуйте, Степан. Здравствуйте, ваш уважаемый гость. Касательно акций ВТБ. Я помню, когда первая была так называемая IPO, так называемая народная приватизация ВТБ, и когда акции предлагали, то помимо народа еще их предлагали институциональным инвесторам. Я помню, по телевизору смотрел Виктор Виксельберг, и спросили, вы хотите купить акции ВТБ? Виктор Виксельберг с усмешкой сказал, нет, спасибо, нам этого добра. И бесплатно не надо. Сейчас во время последней вот этой допэмиссии на 102 миллиарда рублей прошло сообщение, что помимо суверенных фондов Азербайджана, Норвегии, а Михаил Прохоров прикупил этих акций ВТБ, допэмиссии, на 400 миллионов долларов. Но Михаил Прохоров все удивлялись, чутью это или что, когда накануне кризиса он 25% норникеля продал Дерипаске за 13 миллиардов долларов, и после того, как кризис грянул 8-9 годов, эти 25% норникеля стали стоить 3 миллиарда долларов. На Олега Дерипаску было очень-то жалко и трудно смотреть, вот, как ему плохо было, и все удивлялись, что это бизнес чутью, или какие-то другие таланты Михаила Прохорова. Вот сейчас он все-таки прикупил на 400 миллионов долларов этих акций ВТБ. Как вы могли бы это прокомментировать? Спасибо. Ну, я, извините, я прокомментирую первым. Он еще прикупил Ренессанс Капитал, влил туда 500 лимонов зелени, и компания села в банкрот. Так что у него прекрасная бизнес-чутье. Знаете, я тут склонен со Степаном согласиться. На самом деле была байка, что действительно у него очень сильные, талантливые консультанты, что у него инсайд... Я столкнулся с его менеджерами, я знаю, что это за менеджер. Что его консультировали чуть ли иначе там не сами Ротшильды где-то в Англии, во Франции. Ну, знаете, судя по тому, как хорошо обвалился, пролетел тот же самый Олег Дерипаска в время кризиса, у него, извините, в совете директоров и в НАП-совете сидят Ротшильды. А он, кстати, на 40-летие, на день рождения был единственным приглашен. По-моему, не с Абрамовичем были? Нет, нет, Дерипаска был один. Абрамович удаляется от них, да? Поэтому, я думаю, это действительно было стечение обстоятельств. Просто человеку реально фартануло. Просто он нечаянно вышел с Кэшем. Они же разругались с Потанином. И почему он вообще вышел с Кэшем-то? После знаменитой поездки, как раз в Куршевель, был очень сильный скандал корпоративный между двумя собственниками. Прохоров всегда был в тени у Потанина. Потанин был, я помню, вице-премьером правительства, был таким... Отцом-основателем. Они вместе начинали. Ну, не с института еще, конечно. И просто, когда его выперли из, по сути дела, ГМК, когда был конфликт, он случайно вышел вовремя. И было, по-моему, там 6 или 5 миллиардов долларов у него на руках. Поэтому вышел он неплохо. Вот. А что касается, на самом деле, народного IP, буквально пару слов. Значит, напомню, цена размещения была 13,5 копеек. Сегодня цена, значит, примерно 5 копеек. Ну, может быть, чуть пониже, да? Значит, в разгар кризиса доходил, по-моему, опускалась до 1,7, 1,8, что такое было. Время того. То есть, примерно раз так в 10 даже больше все-то рухнуло. Богатство. Вот, значит, другими словами, нынешняя цена примерно в 2,5 раза ниже той цены, по которой приобретали граждане. Те, кто поучаствовал в этом народном IP, кто поверил государству в очередной раз, поверил в светлое будущее российской финансовой системы экономики. Если мы учтем, что с тех пор, значит, накопленный рост цен в экономике составил примерно, по самым скромным оценкам, официально только, ориентировочно 35-40 процентов. Вы имеете в виду инфляцию? Если мы берем неофициально, то там вообще все будут 80. То есть, примерно еще в 2 раза. То есть, примерно реальное падение вашего капитала, покупательной способности вашего капитала, вложенного в ВТБ, это примерно 80 процентов чистых потерь. С учетом инфляции, с учетом падения курсовой цены. Поэтому, когда сегодня откупают наши крупные бизнесмены по цене в 4 копейки, в принципе, да, конечно, наверное, это дорого с точки зрения того качества управления, которое там есть, с точки зрения вот нынешних перспектив развития бизнеса и колоссального пузыря на рынке потреб кредитования. Я напомню, что у нас потребительское кредитование растет уже 3 года, темпами в 37-40 процентов год в году, пока экономика затухает. Там надувается колоссальный пузырь плохих долгов и займов. Они могут выстрелить. Но, в принципе, понять их и можно, потому что по основным мультипликаторам рыночной стоимости они тоже притянутся, что мы понимаем, там, ПЕ, ПС, ЕВИ, беда. Значит, ну, в принципе, действительно, наши банки выглядят недооцененными раза в 3, там, в 2, потому что не китайцы, мы раз в 3. Вы же понимаете, Владислав, что в ПЕ, например, есть две буквы, П и Е. Либо с П проблемы, либо с Е проблемы. Проблемы, с какой из букв, мы узнаем постфактум. Ну, я согласен, согласен. Просто им покупать гораздо комфортнее сейчас, когда реально цена на актив 5 тростничным, когда покупали вы в 2008 году, в 2007 году. Их понять можно, да, они рискуют, но, честно говоря, кроме, значит, Сбербанка, ВТБ, там, никаких-нибудь объектов, эти газовом комплексе, металлургии, ну, в России покупать, чтобы это больше нечего. То есть надо покупать те секторы, те предприятия, где генерируют прибыль, где реально есть рента. Природно-сырьевая рента, инфраструктурная, финансовая, какая угодно рента, монополистическая рента. Но не буду же не покупать какие-нибудь там производство сухариков в Пенинской области, либо производство соли где-нибудь там в Перми. Понятное дело, что это реальный сектор экономики, высокие риски производственные, экономика затухает. Надо идти туда, где действительно есть центр прибыли. А, кстати, я хочу напомнить интересную вещь. Вот если посмотреть на официальные данные Росстата, за 2013 год, за первый квартал, подведены итоги финансовой деятельности наших компаний, то 27% прибылей осело в карманах нефтегаза, ну, добывающихся, которые в экономике, там 20% это нефтегазовый комплекс. Ну, и еще примерно 26% это оптово-рочная торговля. То есть 55% прибылей российской экономики только официально и даже без учета финансового сектора. А финансовый сектор? А его они не учитывают в Росстате. Росстате его учитывают отдельно, как финансового посредника, и там, если не ошибаюсь, в прошлом году была прибыль, что-то около триллиона рублей. То есть, в принципе, тоже в районе четверти, наверное, прибылей российской экономики. То есть, почти 55% всех прибылей российской экономики это добыча сырья и распродажа ресурсов, и перераспределение нефтедолларов в российской экономике. И, кстати, в прошлом году, напомню, что когда российская экономика выросла на 3,4%, да, действительно, формально все хорошо, мы лучше Европы. Но ведь никто не сказал про структуру роста экономики. Финансовый сектор, который, с моей точки зрения, хоть и создает добавленную стоимость, но не ту, которую реально показывают в статистике, да, так вон там эта добавленная стоимость выросла аж на 16,5%. В 4 раза быстрее, чем по экономике, в 5 раз. Зато ребята набрали валютные риски. Ну, то да. Они же бегали и кричали, дайте нам денег, дайте нам денег. Сколько они там брали? 3-4%, а здесь-то мы отдаем под вас 25%. Ну, пока эта игра срабатывает. А когда, а ведь чем все закончится, они снова бегут к государству, скажут, давайте нам валюту, у нас нет валюты. Кстати, в этом плане, Степан, тоже очень интересная вещь. У нас с января 2012 года по апрель текущего года, значит, внешний долг всей российской экономики, всех секторов экономики, финансовый, нефинансовый, госуправление, Центробанк, госдолг, значит, внешний долг вырос с 530 до 680 миллиардов долларов. А ЗВР остались 530, да? Да, то есть уже на 20% наши внешние долги превышают ЗВР и тот уровень сверхдолгов на колонии кризиса 2008 года. То есть формально у нас финансовая устойчивость стала гораздо ниже. Не нефтегазовый дефицит бюджета уже не как был тогда, в районе, значит, по-моему, 4-5% в 2008 году, а уже все 10,5% ВВП. Доля нефтегазового сырья и в экспорте, и в бюджетной системе, и ВВП тоже выросла. И долгов стало больше. Поэтому риски макроэкономически возрастают. И еще ситуация в экономике хуже. Темпы роста промышленности, там, ВВП, грузооборота, чего угодно. Ну это же Росстата, посмотрите на падение по производству электроэнергии, посмотрите на падение перевозок по железным дорогам. Удручающие цифры. Единственное, что может расти, это вот купи-продай. То есть вы оптимистичное настроение не разделяете, которое есть? А у кого? В руководстве страны, в правительстве в частности. Ой, ну я следую правилу профессора Преображенского. Я не читаю в садской газете. Я понял. Степан, ну вот раз мы затонули тему ситуации в российской экономике. Они, понимаете, они смешные. Да. Я даже объясню, почему. Потому что это все мне напоминает те же вопли и крики, которые были в 7-8 году. Газпром, капитализация триллион, островок стабильности, когда уже даже идиоту было ясно, что, ребят, ипотечный пузырь схлопывается. Кстати, вот у Газпрома, конечно. И это работает везде. Вот смотрите, рубль, да, рубль ослаблялся, ослаблялся. Сейчас он развернулся. Так вот, за 2 или 3 дня до разворота рубля началась такая легкая паника и на бизнес-телевидении. И стали мне звонить с радиостанции, спрашивайте, прокомментируйте падение рубля. Понимаете, когда надо все делать наоборот, до них доходит. Вот, поэтому их слушать, ну, сами понимаете. Ну, плюс они же должны соблюдать все-таки... Политес, политкорректость. Корпоративную этику. Конечно. Если босс сказал, что все хорошо, значит, все хорошо. Как он сказал Белоусова, кстати. Нет лицессии России. Да. Мы должны прорваться на информационный перерыв. Оставайтесь с нами. Добрый день. Мы снова в эфире. В гостях у нас Владислав Жуковский, старший аналитик икарий Комтраст. И обсуждаем мы новую грядущую приватизацию всего и вся, а-ля 90-е годы. Кстати, вот вы об этом сказали. Самое интересное, что некто Говорухи, знаете, такой режиссер есть? Есть. Да, да. Такой очень... Хочется, хороший режиссер, если не говорим о его политических позициях. Ну да, он же ведь был начальником предвыборного штаба Путина, если не ошибаюсь. А в 90-е годы он был во всех политических партиях. Он был у коммунистов, у справедливоросов в нулевые годы, сейчас вот в Единой России. Он был в творческом поиске. Он же ведь сказал, что одно из главных достижений Путина это, как же он назвал это, цивилизованная коррупция. Из бандитской стала цивилизованная коррупция. Поэтому у нас сейчас бандиты, грубо говоря, ходят не в трениках, адидас, цивилиненько, а с ксивами и в галстучках от Ландрина. Или Армани, костюмчик Армани. Вот вся разница, суть по всему. Ну, продолжайте, давайте. Да, значит, Степан, еще интересная вещь, тоже надо ее обсудить, то, что мы традиционно всегда слышим одну и ту же вещь. Значит, одни и те же разговоры Минфина, что притекающую в страну нефтедоллары, они инфляционные, они разгоняют рост цен в экономике, надо денежную массу поджимать, надо сокращать денежные предложения. Вот напомню, сейчас у нас темпы роста агрегата М2 в России примерно 14-15%. Да, это выше, чем было 10% в январе этого года, но это гораздо ниже, чем было в 2010-2011 году, когда денежное предложение росло на примерно 35-40%. Да, при этом инфляция у нас была официально 6%. Да, и при этом уровень монетизации экономики российской сейчас 41%, 42% ВВП, в Европе примерно в среднем по экономически развитым странам 95-110% ВВП. Положение национального определения к ВВП. А, понятно. Вот, значит, этот показатель в России 43%, значит, вклятым и нелюбимом нашими многими либералами в Советском Союзе был 100%, к слову сказать. Значит, в США он меньше 56-57%, но там очень высокий агрегат М3, там кредитно-депозитный мультипликатор работает немножко по-другому, и там велика доля госбумаг и разного рода ценных бумаг, то есть и производных в создании денежной массы. Вот. В Китае, скажем, этот показатель уже приближается к 200%, в Индии тоже около за 100%, то есть в среднем по миру примерно считается, что он у нас растет или падает? Формально растет. То есть у нас в 90-е годы, в 99-м году. Я имею в виду последние 3 года. Растет, все равно растет, это действительно хорошая тенденция, но растет очень медленными темпами, не очень быстро, да. В 99-м году, сразу после кризиса, в 98-м году, осенью, он был около 11,5% официально, неофициально был около 7,5%, потому что многие деньги просто придерживались банками, были вне оборота. В то же самое время, он говорил, что у нас высокая инфляция, деньги надо вызывать из оборота и прочее, прочее. Так самое удивительное, какой был жесткий голод, какая была потребность в деньгах. У нас на долю денег, ввозди денег, денежных суррогатов, бартеров, взаимозачетов, векселей, официально приходилось 80-85% товарно-денежного оборота в стране. То есть денег было мало, деньги были нужны, поэтому они были дорогие, ставки были высокие, но все равно Минфин и Центробанк могли боролись с теми же инструментами, как борются сегодня. Вот, значит, нам постоянно сейчас говорят, что нефтедоллары имеют инфляционную природу, нельзя их пускать в экономику, надо их абсорбировать, изымать, вкладывать в резервный фонд, фонд национальном блоке состояния. Все же значительно проще, как говорят, нефтедоллары пришли оттуда, им сказали, а послать их обратно, они делают. Верните, где взяли, пожалуйста, не могли бы нам помочь? Положите туда, откуда взяли. Профинансируйте бюджетные дефициты нашей экономики, государственной системы. Ну, правильно, в принципе, это очень логично, правильная тактика поведения, их понять можно. Да вот, значит, эти деньги мы изымаем, мы их отсюда выкачиваем, все время возим за рубеж, формируем реально профицитный бюджет, реальный дефицитный бюджет, де-факто, при реально профицитном бюджете, деньги мы возьмем за рубеж, потом там эти деньги занимает не только частный сектор, но и само государство в последнее время занимать стало. Это вообще, кстати, интересная новость. Ну, там тяжелая экономическая ситуация, надо помогать. Это, на самом деле, верх финансового менеджмента, хотел бы, чтобы наши радиослужители тоже это знали. Напомню, что, значит, в 2010 году Минфин на внутреннем рынке при профицитном бюджете занял 650 миллиардов рублей. В 2011 году при опять профицитном федеральном бюджете, там был маленький дефицит, но он был практически нулевой. Там реально был профицитный даже, по-моему, по консолидированному бюджету. Занял триллион сто миллиардов рублей. В прошлом году еще 550 миллиардов рублей. При этом за это же время резервный фонд вырос, вы видите, значит, величина с 850 миллиардов рублей до 2,8 триллионов рублей. То есть те деньги, которые сегодня лежат в нашем загажнике в виде резервного фонда, это, по сути дела, деньги, занятые государством на внутреннем рынке, главным образом, и немножко на внешнем рынке, и положены туда на хранение под низкий процент. То есть мы формируем нашу подушку безопасности из-за того, что мы втягиваем сами себя за уши в долговую петлю, по сути дела. То есть мы не создаем условия для расширения доходной базы бюджета, не стимулируем экономический рост и промышленный рост производства, а мы постоянно перераспределяем финансовые потоки. Он даже Чубайс обогнал, Чубайс был один раз в 97-м году только. Перед дефолтом. Поэтому это очень плохой сигнал. Я боюсь, как бы, глава нынешней Минфина Антон Силанов, который стал лучшим министром финансов, до создания бюджетного правила. Потому что если признают его, то я боюсь, что действительно рецессия в 2014 году будет масштабной и серьезной. Я думаю, она уже в 2013-м. Формально она уже сейчас началась. Если по-формальному говорить, она уже сейчас идет хорошо. Это покажет хорошие показатели на подобие грузооборота транспорта. Спад 1,5%. Железнодорожный спад. 3,4%. Там уже по 4,9%, по-моему, или 4,8% спад идет. Значит, производство и потребление электроэнергии тоже падает, по-моему, на 1,5% ориентировочно. Причем падает, кстати, последний год, и в прошлый год тоже было снижение несущественное. Поэтому реально, реальный сектор экономики у нас находится уже в таком кризисном состоянии. Так вот, эти нефтедоллары мы из-за экономики забираем, которые мы якобы не зарабатываем, как говорят в Минфине, мы их возим за рубеж. Но когда у нас приходит приватизация, притекают нефтедоллары из Кувейта, из Норвегии, из Катары, из Азербайджана, эти деньги считаются не нефтедолларами, это деньги, заработанные бровью и потом, иностранных инвесторов, и они якобы не инфляционные. Поэтому здесь тоже такая политика главных стандартов, и надо вообще понять, вообще вопрос хороший, а ради чего вы что приватизируете? Должны быть цели экономического характера, социального, научно-технического, производственного, технологического, управленческого характера. А у нас, как я понимаю, на самом деле, очень, как вы правильно сказали, тенденция возвращения в 90-е годы. Приватизация ради приватизации. Без предела 90-х, говорю, только вместо треников Армании и Ксивы, вот и все. Ну, плюс стали все докторами, кандидатами наук. Ну, а без этого как? Ты не пацан без этого. Как там был? Шамхалов хорошо работал, да? Я понял, что они все хорошо работали. Малость-то меняется под луной. Да, там все нормально. Но зато все есть передок доктора наук и половина руководящего состава Центробанка и Минфина, поэтому тут действительно политика очень продуманная, наверное. Мало кому понятно. Кстати, вот буквально еще у нас есть пара, может, минутка закончит эту тему. Очень часто они говорят про потери, которые несет российская экономика в рамках этой системы. Ну, и, значит, есть подсчет Академии наук. Это 35 миллиардов долларов, то есть триллион рублей, десятая часть федерального бюджета, то, что мы ежегодно теряем на нуждецах процентов, да? На самом деле есть статистика Центробанка. В платежном балансе статья называется «В счете текущих операций сальто инвестиционных доходов и убытков». Эта статья в 2012 году составила 55 миллиардов долларов, в 2011 году было 50 миллиардов, в 2010 году, по-моему, 47. То есть примерно полтора триллиона рублей – это чистые потери российской экономики от того, что… Из-за такой инвестиционной политики. Да, то, что мы платим по дивидендам, по процентам, по ренте, по чему угодно, то есть из-за неразвитости российской финансовой системы. 55 миллиардов долларов, я хочу напомнить, это приблизительно эквивалент от того, что мы вывезли в прошлом году по нашим газовым трубам. У нас экспорт газа, в том году, могу ошибиться, по-моему, около 65 миллиардов долларов. То есть практически эквивалентная величина. То, что мы распродуем невосполнимое сырье и платим по… Еще раз, они пришли, их надо послать обратно. Правила игры. Так оно есть, к сожалению, да. Ну, теперь давай поговорим, раз уж мы затронули приватизацию. Вот у меня в голове верится такая мысль, что скоро в плане приватизации будет поставлен «Газпром». Все к этому идет. Потому что, объясню, почему я так считаю. Сейчас «Газпром» активно занят строительством трубопроводов, СПГ никому не нужен, когда нет спроса на его продукцию. Хорошо, «Газпром» все дело проинвестирует. Потом «Газпром» разделят на транспортную компанию и добывающую компанию. Капитализацию «Газпрома» опустят ниже «Плинтуса». Никакого веба в этот раз уже не будет, «Белого рыцаря», потому что это никому не нужно. А зачем мы опустят ниже «Плинтуса», а чтобы потом какое-нибудь «Озеро Финансгрупп»… «Байкал Инвест». Ну, был «Байкал Инвест», там будет «Озеро Финансгрупп» с деньгами, скажем, того же «Сургутнефтегаза» или «Новатека». Все это по дешевке скупило. Вот как ты относишься к такому сценарию? Очень скоро «Газпром» появится в планах приватизации. Степан, я думаю, его вообще на самом деле в программе приватизации «Ироснефтегазпром» то появляются, то исчезают. Формально их туда не вносят, но споры идут. Видно, что определенный лагерь в Кремле, прежде всего в правительстве, либеральный лагерь, он, безусловно, хочет ослабить своих якобы конкурентов во властной вертикали и действительно хочет убрать из-под их ног вот эту экономическую базу, распродать именно «Нефтегазовый комплекс». Это понятно. Действительно, программа приватизации госимуществ расширяется. Там уже и «Сбербанк», и «Внешторгбанк», и «Аэрофлот», и «Портовые» все эти судоходные компании, инфраструктура, даже «ВПК» предприятия есть. Там же, кстати, сейчас уже, буквально к ВТБ, вернемся на секунду, значит, сейчас доля государства ВТБ 65%, до доп. эмиссии была 75,5%, и к 2016 году планируют распродать полностью пакет акций государств в крупнейшем и одном из самых формально рентабельных банков страны. Я вот тоже не понимаю, экономически сливается, если у тебя есть корова, которая боится, зачем ее продавать? Да, именно. Студенты, я преподую в МГИМО, помимо прочего, мы студентами, знаете, есть учебники эконом-теории, макро-микроэкономии, есть просто здравый смысл. Приватизация проходит там, где действительно есть убыточные предприятия, где необходима конкуренция, конкурентная среда, где необходимо дать пинок под зад руководству, чтобы они начали взаимодернизаться, с модернизацией, инновациями, чем угодно. Банковский сектор, так же, как и нефтегазовый комплекс, это те секторы экономики, нужно просто навести элементарный порядок. Значит, это еще раз подтверждает только лишний раз тот тезис, что все это делается не с экономическими интересами, а с чем-то другим. Безусловно. Да, и, кстати, Степан, хорошая была мысль, правильно сказали. Надо понимать, что объем прибыли, получаемый предприятием, госпанком, госпредприятием, нефтегазовой компании, принадлежащей государству, всегда превышает размер налоговых платежей, которые вы получите в будущем с него, как бюджетополучатель, грубо говоря, как государство. Поэтому здесь финансово гораздо выгоднее контролировать эти крупнейшие. Это финансовая потеря. Конечно, тем более это сектора, извлекающие ренту. Ренту сырьевую, инфраструктуру, сверхприбыли, сверхдоходы. По большому счету у нас какая самая такая нефтяная из нефтяных компаний? Их две. Это ВТБ и Сбербанк, по большому счету. Все нефтедоллары оседают там. Да, сидят на курсе счета, ложатся на счета, текущие, проще, проще, конечно, там. Там есть, конечно, коптивные банки. Там, скажем, Газпромбанк был коптивным банком в нулевые годы, сейчас он уже немножко освободился от финансовых потоков Газпрома, но тем не менее. Поэтому здесь, конечно, экономического смысла вообще не видно. Это очень хорошо понятно. Есть такое желание подменить понятие. Вместо того, чтобы действительно исполнять свои служебные обязанности, вместо того, чтобы действительно провести хорошую комплексную проверку, там, госкомпании, с счетной палатой, с ФСБ, с МВД, с кем угодно, почему-то, да, сейчас идут проверки, но они пока без последствий, они очень лояльны и очень аккуратны, сглажены, чтобы никто не пострадал, насколько я могу судить, но в качестве панацеи предлагается все распродать, и якобы кто-то что-то нам здесь урегулирует и будет заниматься развитием нашей экономики. У западных инвесторов свои коммерческие интересы, свои бизнес-интересы. Их интересует, во-первых, сверхдоход, а, второе, возможность создать монополии локальные на рынке. Если им будет завтра выгодно ваше предприятие закрыть и банкротить, продать, либо задушить, чтобы вы не были конкурентом их компаниям в Европе и в Америке, они вас закрыли и задушили. В 90-е годы так уничтожался аграрный комплекс страны, птицефабрики, свиноводческие фермы, уничтожалась фармацевтическая промышленность, производство многих видов техники, бытовой техники. Но эти риски, насколько я могу судить, они не отслеживаются. Есть такая слепая вера в эти догмы Вашингтонского консенсуса, за которые мы помним. Ну ясно, понимаете, вы слишком как-то хорошо... В высоких категориях. Да, высоких... Все элементарно, ну, внешнее управление, все объясняет. Сказали, ребята, хотим этот кусок, сейчас подготовим общественное мнение и отдадим. Все. Все банально, на мой взгляд. Потому что, понимаете, другого объяснения логического я найти не могу. Ну, коммерческий интерес, безусловно, коммерческий интерес. Кстати, вот мы не можем сейчас не вспомнить, кто у нас готовит все эти приватизационные конкурсы и предпродажную оценку компаний. Уж не самые ли бесполезные министерства? Те же самые бесполезные министерства, привлекая, значит, иностранные крупнейшие инвестиционные банки и компании в качестве консультантов. Вот мы с Димом, со Степаном, как раз, обсуждали недавно вопрос. Вынужден прорывать. Обсудим позже. Уходим на информационный перерыв. Вставайте с нами. Мы снова в эфире. У нас в гостях Владислав Жуковский, старший аналитик и кари-комтраст, рассуждаемый о приватизации ВТБ и состоянии в экономике в целом. Вот на самом деле, вот банк ВТБ, да, очень прибыльный банк, судя по всему. Плюс ему тут еще 300 ердов подкинули за банк Москвы, да? У меня просто, понимаешь, когда все это... Понять бы, где эти деньги и кто их получил. По какой схеме, да? Ну, можно прочитать интервью господина Бородина, где он написал всю эту схему. Потому что у меня, понимаешь, сразу возникает вопрос. Господа, а кто аудит-то делал перед покупкой? Кто решение-то принимал, если уж так разобраться? Что за качество корпоративного управления, когда покупаете 300 миллиардов убытков закрытыми глазами? Да, вот. Это не рубль, это не миллион долларов. Это 10 ярдов. Это все-таки такой очень интересный банк и очень интересное руководство, конечно, банка ВТБ. Ну, ладно, чего с ним? Степан, буквально одно слово сказать, знаете, по поводу какой-то интересной темы. Мы опять видим политику по привлечению иностранных советничков, консультантов под приватизацию. Напомню уважаемым радиослушателям, что буквально где-то неделю назад стало известно, что Минфин подписал соглашение с крупнейшими не только в Америке, но и в мире американским банком JP Morgan Chase по консультированию Минфина в области повышения суверенного кредитного рейтинга страны. А Голлман Сакс кого у нас консультирует? А Голлман Сакс где-то в январе-феврале вот этого года был привлечен правительством в качестве консультанта по повышению, улучшению инвестиционного имиджа России в глазах иностранных инвесторов. Смотри, как все сходится. Предпродажная подготовка идет, Степан. Правильно. Голлман Сакс это Ротшильды, а JP Morgan это Рокфеллеры. По сути дела. Ребята, идите, пилите, Шура, пилите. А самое интересное, что Лорд Бланкфейн, глава Голлман Сакса, причем оба эти банки являются крупнейшими акционерами ФРБ Нью-Йорка, контролируя Федеральный рейтинговый банк Нью-Йорка, контролируют ФРС США, по сути дела. Потому что ФРБ Нью-Йорк это половина активов ФРС США. То есть американский Центробанк консультирует российское правительство своего стратегического конкурента, как ему грамотно проводить финансово-экономическую политику в интересах, конечно же, российского бизнеса и государства, и на население. Не, ну если глава BP представляет государство российское в Совете директоров Роснефти, то это... Пан, это интеграционные процессы, которые мы не в силах понять. Человек, который проработал в американском, американском и в британском нефтегазовом комплексе, превосставляет интересы не миноритария, в которых 20% капитала, а государство, в котором 8%. Ну, может быть, действительно он готовится в качестве преемника, там, через пару лет мы увидим товарища. Так вот, Лорд Бланкфейн... Не заходите так далеко. Да, значит, Лорд Бланкфейн из Goldman Sachs действительно очень интересно, сейчас является, по-моему, главой НАП-совета по созданию в России Московского финансово-международного центра. То есть он смотрящий от западного бизнеса, глобальных элит финансового капитала, за ним, как это происходит в России. И их же банки вместе с иностранными аудиторскими компаниями сегодня выступают, как оценщики госимущества под приватизацию. То есть, по сути дела, в одном флаконе все. И определение цены актива, и предпродажная подготовка, и привлечение капитала из-за рубежа, и потом эти же банки покупают эти же компании. А потом они же будут контролировать и рынок, на котором утром... Они молодцы, они проводят потрясающую по своей простоте и логичности схему на вопрос в том, насколько это в интересах государства российского и финансово-экономических суверенитетов. А, понимаешь, вопрос сразу возникает, а что, когда ты говоришь российское государство, кого ты имеешь в виду? Это да, это вопрос гораздо более... Не на одну передачу. Да, не на одну передачу, да. Если у нас, значит, как сказал правильно, президент Путин 95%, 9 из 10 всех сделок проходит за рубежом, не в том числе регистрируется в офшорах, то, как бы, скорее всего, этот капитал уже давно не национально ориентирован, а вполне себе такой транснациональный и ориентирован на другие страны. И он давно не работает в российской экономике. Да, так что вот эта политика идет. Но, мне кажется, Степан, нам можно было бы еще поговорить немножко о ситуации в экономике российской. Раз уж мы об Эбс встали. Вот смотри, был я в Красноярске, в Красноярске, Красноярская область, там мне назвали очень интересные цифры. Проживает там, если не ошибаюсь, в районе трех миллионов человек. Ориентировочно, да. Из них работающих 700-800 тысяч. Примерно так. Остальные пенсионеры и дети не работающие. Средняя, не медианная, а средняя зарплата 15 тысяч рублей. То есть медиана 1012 где-то будет? Наверное, да. Если уж говорить о серых заработках, серых схемах, то их пенсионный фонд, по-моему, третий или четвертый в России по наполняемости. То есть серых заработков там не так уж и много получается, если так осуждать. Ну, разумеется, все фонды и бюджет дефицитен, и пенсионный фонд дефицитен. Но это я не об этом. О том, что потребительский кредит составляет 120 миллиардов рублей. А в РП какой у них, не помните? Не знаю, не в этом дело. 120 миллиардов рублей. Теперь средняя ставка процента где-то 25. Теперь возьмите 700 миллионов, ой, 700 тысяч работающих, их среднюю зарплату, посмотрите на этот кредит. Его обслужить невозможно. Это дефолт. Потенциально, да. Это в чистом виде дефолт. Он вот начнется, у них падает производство снова, падает поступление в бюджет, он начнется вот-вот к вопросу о покупке ВТБ. Наверное, ВТБ покупается все-таки не из-за финансовых потоков, а из-за того, что у него лежит в залоге. Мне так кажется. Какие потребительские кредиты? Или что-то более существенное? Какие-то предприятия, ведь ВТБ, ВТБ капитал, Сбербанк капитал, была помойка, куда все сваливалось во время кризиса. Да. Может быть, в этой помойке что-то есть ценное? Я думаю, там есть очень хорошие лакомые куски. Я думаю, что и ВТБ, и Сбербанк стали бы в том числе брать на себя в качестве залога те предприятия, которые были бы потенциально низко рентабельны, неинтересны, как какие-то производственные комплексы. Конечно. Ведь сама структура сделки предполагает, что эти деньги вернутся тем, кто купил эти акции. Кстати, ВТБ тоже интересная мнойка. Мне всегда нравится дуализм властей, членовников некоторых. Смотрите, формально деньги государству не нужны. Значит, лежит 5,5 триллионов рублей в нашей нефтегазовой кубышке, которая превращается в похоронную гробовую заначку. Без модернизации экономики. Модернизация экономики не финансируется. Почему-то. Ну, формально будет инфляция, мы это все слышим постоянно. А, да. Необходимо бюджетная дисциплина подзатянуть пояса, необходимо накапливать этот жирок на кризис. Так, самое удивительное. То есть, 102 миллиарда рублей пошли мимо кармана населения государства. А при этом, по итогам, значит, января-апреля текущего года дефицит федерального бюджета Российской Федерации достиг 73,5 или 5 миллиардов рублей. Это примерно 0,4% ВВП России. То есть, если бы мы эти деньги положили в бюджет, мы бы закрыли сейчас дыру в нашем федеральном бюджете. Не нужно было бы привлекать финансирование. Значит, вопрос в шутку 100 миллиардов рублей, чтобы было понятно нашим уважаемым радиослушателям. Значит, помните, какой был у нас цинизм по поводу донорства в России? Давайте сделаем его бесплатным, денег не дадим, потому что, мол, они заелись. Знаете, сколько взявляется денег на поддержку донорства в России? Восемь с половиной миллиардов рублей. Мы в 12-13 раз больше могли получить от приватизации ВТБ, если бы хотели. А сейчас проблемы с кровью. Да. То же самое. Конечно, проблемы с кровью очень остра, тем более сырой крови, лейкемия и прочее. Значит, на поддержку спорта и спортивных мероприятий в России федеральный бюджет тратит 47 миллиардов рублей в год, в 12-м году федеральный бюджет, на культуру, кинематографию, которую мы все пытаемся возродить 20 лет, тратим 87 миллиардов рублей, на поддержку, значит, на природоохранные предприятия 45-46 миллиардов, аграрный комплекс российский 150, то есть почти, ну, вот больше половины того, что мы могли получить. То есть здесь, на самом деле, тоже очень интересная политика. С одной стороны, вроде бы как денег нет, нам не нужны, мы продаем просто так предприятия, лишь бы был частный собственник. А с другой стороны, мы денег никому не даем, потому что денег нет, а когда могли бы получить, мы деньги не получаем, мы их оставляем на развитие бизнеса. Ну, не сказали, не сказали им так делать, значит, не будут делать. У нас есть телефонный звонок. Сергей, добрый день. Я понимаю, как я понимаю, ближайшее повышение тарифов ЖКХ тоже связано с тем, что схлапывается спрос на Западе, и ввиду этого перекладывается на население России и все, как говорится, нехватка денег перекладывается на население России. Вот я хочу задать вопрос, что будет с российской экономикой реально, если нефть упадет хотя бы до 80 или 70 долларов и будет держаться месяца 4-5 на таком уровне? Да, хороший вопрос, кстати. Сергей, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. ...проднозируют падение нефти к этому году, в том числе, насколько я знаю, и вы, Степан. И в Владиславе я тоже примерно так же понял, что падение нефти должно быть до конца года примерно в районе, ну, как я понимаю, 70 долларов. Ну, смотрите, перед этим... И плюс еще, да, еще хотелось, извините, еще хотел задать вопрос, вот я не понял насчет вот этого маржинального обеспечения, если можно, если, конечно, это хватит времени... Маржинального обеспечения, да, по нефти... А очень просто. Давайте я быстро отвечу на наш вопрос. Смотрите, значит, на рынке нефти есть, не только на рынке нефти, есть товарные рынки, там есть индексы. Многие фонды следуют этим индексам. Многие фонды покупают нефть. Что они покупают? Они покупают фьючерс. У фьючерса есть обеспечение маржинальное. Вы работаете, скажем, там с 20-м плечом, с 30-м плечом, то есть, чтобы купить нефти на 100 долларов, вам нужно всего лишь, там, 3 доллара. Так вот, если вы поднимете эту цифру 3, скажем, с 3, 5 раз до 15, то у людей просто не будет денег обеспечивать свои позиции. И начнется тотальная распродажа. И вы узнаете реальную цену нефти. Понимаете, да? Все. Передошло Владиславу. Сергей, я так понимаю, что вы даже по вашей интонации тоже понимаете перспективы российской экономики. Но я хочу вас только немножко поправить, да, концептуально. На самом деле, даже не нужно падения цен на нефть, чтобы российская экономика оказалась в кризисном, депрессивном состоянии. Она может стоять, либо расти невысокими темпами. Вот смотрите, значит, темпы роста российской экономики замедлились с 4,5% в 2010 году до 4,3% в 2011. Нефть выросла на 39% по смеси Юрлс. В 2011, значит, в 2012 году темпы роста 3,4%. В январе-апреле текущего года, когда средняя цена, значит, по итогам первых четвертых месяцев примерно 108-109 долларов за бренд, ой, за Юрлс, за баррель, темпы роста экономики 1,6%. Справочное. В прошлом году в январе-апреле рост 4,8%, в три раза выше. Продукция сельского хозяйства, просто буквально пару цифр приведу. В январе-апреле прошлого года было 5%, сегодня 0,9%. Промпроизводство было 4,3%, нет, шучу, было 3,3%, стало 0,5%. Обрабатывающее производство было 4,2%, стало 1,2%. Ну и очень важный индикатор, который, как раз таки понимал Степан, это грузооборот транспорта. Там был, значит, рост по грузообороту на, сейчас секундочку, на 4,3%, стал спад на полтора практически процента. На железнодорожном транспорте обвал 4,1%. Другими словами, как бы подводя итог, смысл в том, что даже стабильно высокие цены на нефть, они уже не помогают в российской экономике. Другими словами, это дефолт экономики трубы, с моей точки зрения. И, как сказал один хороший наш экономист, знакомый, Михаил Делягин, нефтяной бобик сдох. Как бы дальше его уже реанимировать сложно, нужно менять всю систему. Старый советский анекдот. Да, трубой здесь не обойтись, нужно менять всю систему. Да, да. И краном тоже не обойтись. Ну что ж, спасибо большое Владиславу Жуковскому, старшему аналитику Икари Комтраст, за то, что Владислав пришел, к нам и обсудили интересную тему, потому что я действительно не знал всех таких интересных, пикантных деталей сделки. На этом я прощаюсь с вами. Удачи!